Внимание! Видео содержит ненормативную лексику, немножечко траша и угара, поэтому не рекомендуется к семейному просмотру. Имейте в виду. И это началось летом. Димон рассказал мне, что на своем чердаке собрал все необходимое оборудование для печати на футболках. Я ему такой, ну круто, давай замотим тиражик. Он такой, ну давай. И вот я сижу в фотошопе и думаю, что же у нас будет в роли первого принта. Во-первых, мы условились, что ключевой фигурой будет Даймбек Дэррил, культовый гитарист из группы Пантера. Мега крутой чувак. Но суть принта должна заключаться не только лишь в нем. От майки должно оставаться впечатление. Все элементы должны взаимодействовать друг с другом, создавая вполне четкий ансамбль. Даймбек играл в стиле трэш-метал, а я долбоебу слово трэш написал неправильно. В итоге у нас получается мусорный стиль. А похуй. Итак. Так как наносить изображение будем с помощью термопресса, майки у нас онли белые. А на мой взгляд, хорошо на белом смотрится только черный цвет. Поэтому никакой пестраты, только черный. Это стиль. Отсутствие разнообразной палитры мы компенсируем выкрученной детализацией. Я действительно постарался сделать качественный однослойный трафик, чтобы он передавал все узнаваемость образам музыканта. Мелкотней много. Но, честно сказать, мне по приколу было выводить все эти детали. Отличная практика, скажу я вам. Часто как трэш. Просто одной буквы не хватает, да? Ну как трэш-металн пишет. Ну нормально, так круче. А трэш? Гарбич, мусор, вот это вот, блядь, помойка. Блядь, я всегда думал, что это одно слово. Чтобы работа выглядела посолиднее, ее бы не мешало прикрепить к подрамнику. Вот так, да, внутри. Но для начала подрамник нужно скрафтить. Чем, собственно, рама сейчас и занимается. Пока я допиливаю саму картинку. Посолиднее. Ну как посолиднее? Скорее наоборот, ей больше к лицу неопрятность. Неровные края, саморезы. Ну короче, сейчас все увидите. О, кстати, забыл сказать, что это еще и подарок Димона на ДР. У него на днях как раз ДР случился. Ну вот, собственно, отличный повод для ее презентации. Максик! Максик! Да, блядь. Максик! Стоять! Короче, Максик, если сделать подарок, первый принт нашей с тобой моднейшей коллекции. Да, Эмбэк! Нихуя твоя. Да, Эмбэк, да, Рол, блядь? Эмбэк, ну... Как надо? И, блядь, и... Юх, ты... Ну, понятно, я понял, короче. Слушай, давай на стенку потом бабахнем, типа, ну, в мастерство, это, в репетиционную. Конечно. Давай мы сейчас и сделаем. Че, давай? Пусть повисит в репетиционной, где и самое место, а для нас пришло время немножко расслабиться. Продолжение этой истории ждет вас во второй части. Сейчас я хотел бы кое о чем сказать. Друзья, если вам нравится наше видео и у вас есть желание поддержать проект, то мы будем только рады. Реквизиты я оставлю в описании. Вам не кажется, что стенка в группе все больше становится похожей на последние страницы какой-то школьной тетрадки? Нет, ну серьезно, мне вот кажется. И это не то, что я хотел видеть, когда открывал ее полтора года назад. Ребята, перед тем, как выкладывать что-то на всеобщее обозрение, прошу вас, ну, хоть немножко постарайтесь. Ну, нельзя же так. В общем, открытый доступ к стеночке я закрываю, дабы сохранить приятный внешний вид группы. А вы, в свою очередь, закидывайте работы в предложку. Желательно с описанием, с ссылочками. А я уже от имени группы буду их опубликовывать. Так ваши работы и в чужие ленты залезут, ну и профит будет более весомым. Я надеюсь, мы друг друга поняли. Также напоминаю, что в группе можно заказать наш свеженький стикер-пак. А вот конкурс фан-арта для рамы все еще открыт. Закидывайте в папку свои варианты, и победитель голосования получит крутые ништяки от нас. Подробности про условия конкурса в конце предыдущего ролика. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok